нашей украины это нелегальные перевозки, которые не контролируются, ну как бы сказать, коронавируется, даже больше скажу, это государство на мим крышу берет и получает взятки. Вот сейчас выгодно работать нелегально, потому что никакого контроля. Водителя устраивает, потому что он зарабатывает в два раза больше, чем у официального перевозчика, то есть у него остаток остается. Нелегальный перевозчик, который организовал всю эту картину, нигде не платит, он просто заплатил в Украину, безпеку, взятку и милиции кроме того, все. Трудно себе представить, чтобы по Украине курсировали нелегальные поезда. Есть же вокзалы, куда составы приходят по расписанию. Все по графику, пассажир застрахован, ответственность за качество и безопасность поездки несет государство. Совсем иная ситуация с автобусными перевозками. Некоторые водители предпочитают набирать пассажиров вне автостанций. В таком случае никто никакой ответственности не несет ни за тариф, ни за техническое состояние автобуса, ни тем более за состояние здоровья водителя, который сам себе хозяин. У них нет заключенных договоров с автостанцией, где они тоже должны платить налоги автостанции, и автостанция должна зарабатывать, и контролировать билеты. А нелегального перевозчика приезжать невозможно. Он отработал сезон, пару штрафов он попал, оплатил 1700 гривен, он не платит ни налоги, ему нет никакого обязательства автомобиль, чтобы был соответствующий. Он не обязан гаражное хранение соблюдать, он не обязан заезжать на техстанцию техобслуживания, он не обязан держать в штате медика, который проверяет алкогольное состояние водителя. Эта экономия сумасшедшая. Но при этом городские власти и власти государства, в котором вы стоите, бездействуют. А не то, что бездействуют, я думаю, что они даже заинтересованы. Та же транспортная инспекция клюшует тех нелегалов, которые ездят нелегально. От 5 человек до 20, то есть 15 человек забирают нелегалов. Он не несет ни материально-техническую базу, он не ТО-1, не ТО-2. Он ничего не несет. Он несет только топливо и, может быть, зарплату водителя. А может, и он и сам заработает. Вот стоит себе автобус на привокзальной площади. Ну, стоит себе и стоит, мало ли чего. Но в какой-то момент под лобовым стеклом появляется табличка, а автобус становится пассажирской маршруткой. В основном у нас переоборудованы, это те старые спринтера, ивеки, все, что связано с темнотянутыми машинами. То есть, в КомАЗ въезжает, не хвою, но с мягкой. То же самое, если стоит. Жесть. Толщина металла не соответствует ГОСТному подростоку. Она не переоборудована, эта машина. Вот я визуально ее посмотрел. Там указано в комиссии по расследованию, указан номер машины, какая, что это. И я вот не могу, я уверен на 100%, что машина не переоборудована. Принтер нормальный, комфортабельный. Нормальная машина была в хорошем состоянии. А какую опасность несет в себе вот такое переоборудование, в принципе? Ну, переоборудование несет опасность таково, что если она переоборудована с грузовой, то обычно, когда совершаются такие дорожно-транспортные происшествия, то вот эти сиденья в автобусах вырываются. Прямо с металлом, так как оно не приспособлено, понимаете, крепление, и пассажиры вылетают в машину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие машины могут работать, это на внутрирайонных перевозках. И на нелегальных перевозках. Вот у нас, вот вы приедете, возле вокзала может стоять и кричать, на Коблево, туда-сюда и так далее. То на вот этих видах перевозки, нерегулярных, то могут быть такие случаи. И может быть на таких, на внутрирайонных перевозках, понимаете, переоборудок и так далее. А что касается вот на напряганных, внутривопластых, международных, 99% все-таки кушают. То есть это был вопиющий факт, если бы сказать. Да, да. Вы понимаете, каждый автомобиль, чтобы участвовать в комплексе, ВИНИ получает лицензионную карту. То есть, а ему транспортная инспекция не выдаст лицензионную карточку, если у него переоборудованный автомобиль. Есть столько массы нарушений у наших перевозчиков, что в принципе с каждым можно расторгать договор, даже не задумываясь. Почему? Потому что даже про то же техническое состояние автомобиля, про нарушение маршрутов, про нарушение часового режима для водителя, графика, то есть там столько нарушений, но как бы перечислить невозможно. Одна есть проблема. На сегодняшний день все перевозчики, которые работают легально на сегодняшний день, в них составляются графики работы. В них на машинах стоят тахометры, которые входят внутри властных машин, где видно, как водитель соблюдает график работы. Чтобы вы знали, по приказу номер 340 водитель может работать не более 9 часов. Продолжение следует...